Ну вот это вот Барин с Барней. Ими тоже играю я. Столько кукол у Екатерины Рязанской не было даже в детстве. А тут за один спектакль надо переиграть девятью персонажами. У каждого свой голос и характер. Кроме того, артистка в этот раз не будет скрываться за ширмой. Она сама тоже будет героиней сказки. А значит, придется играть одновременно и за себя, и за куклу. Проще, когда отдельно куклой, потому что не нужно играть вот это взаимоотношение, раздвоение личности, когда на куклу и на себя отвлекаться, так, конечно, легче. Частушки, наряды, герои, каждая мелочь в этом спектакле связана только с Липецкой областью. Народный фольклор авторы искали по всем архивам и библиотекам. Этот спектакль решили посвятить 60-летию образования Липецкой области. Задумка такая, что вот этот спектакль, чтобы он получился, чтобы это была эмблема нашего региона, нашей Липецкой области. Потому что костюмы выполнены в стиле романовской игрушки, музыка вся наша, вся Липецкая. Весь фольклор собран на территории нашей области. Ну и как бы вот и название Липецкой ярмарка, как бы она соответствует тоже. Спектакль будут показывать по всем районам, а потому его решили сделать мобильным. На сцене только два человека. По очереди играть Егорку и Романушку будут два состава. Они репетируют по очереди. И парень, что сидишь, купи вам для своей подружки-душечки. Сергей Русаненко уверен, каждый спектакль будет с небольшой импровизацией. Когда играешь несколько постановок в один день, запутаться невозможно. Но если что-то пошло не так, важно успеть сориентироваться. Играешь и вдруг вот с пальца соскочит. Вот видите, он соскочил у меня сейчас, вот он мой палец. Вот он соскочил. Но ведь кукла же, все равно, видите, она какая-то... Да, грустно. И вот отыграть этот момент, вот случайно. Чего ты загрустил? И там полбу ему стукнет, он тебе потом полбу стукнет. И вот пошел какой-то момент. И можно здесь что-то поиграть, успокоить его и продолжать дальше. Липецкую ярмарку маленьким липчанам уже покажут в эти выходные. А в июне начнутся гастроли по области. Кроме того, спектакль с липецким фольклором обещали обязательно показать на международных фестивалях. Наталья Медведева, Тимофей Астахов, ТВК Новости.